В лаборатории, и первая задача, с которой я начну, это задача исследования генерации в джинсельских контактах на основе высокотемпературных сверхпроводников. Такие структуры до сих пор остаются малоисследованными, и вот в данной работе мы впервые экспериментально наблюдали некоторые новые свойства в таких структурах. Образцы, изготавливаемые в институте физики микроструктур, представляли собой пленки высокотемпературных сверхпроводников Питри Барри Кукрумо, напыленные на бикристаллическую подложку. И при росте такой пленки на границе бикристаллов образовывалась слабая связь, и таким образом мы получили джинссонский контакт. Образцы исследовались в 4-кельвиновом криостате в нашей лаборатории. В результате были получены вольтоперные характеристики для различных температур, оттуда получены основные параметры системы. Получены в зависимости критического тока от температуры, критического тока от внешнего магнитного поля. И все характеристики были адекватными к исследованным структурам. И мы пришли к исследованию вольтоперных характеристик в зависимости от величины внешнего магнитного поля. На правом графике представлены вахи для различного магнитного поля. И видно, что при некотором значении магнитного поля на вольтоперной характеристике, представленной синим цветом, появляется некоторый бугор, или его называют ступенью. Если рассматривать более внимательно, это правый график, то в зависимости от величины внешнего поля, эта ступень смещается по напряжению и меняет свой наклон. И в результате анализа и моделирования, о котором я скажу позже, оказалось, что эта ступень связана с режимом генерации, при котором в контакте плотная цепочка вихрей движется однонаправленно в какую-то сторону. По сути, это известный в низкотемпературных джилсонских контактах режим, называемый флагсловым режимом, который достаточно активно исследуется и используется в практической точке зрения и теоретической. Но вот особенности его в высокотемпературных контактах, не считая того, что она очень плавная в силу большого затухания в контактах и высокой температуры по сравнению с НТСП. И особенностями такого режима в исследуемых структурах является зависимость устанавливаемого режима от направления внешнего поля. Вот если поле рассмотрим одинаково по модулю, но разнонаправленное поле, в результате в контактах вихрей будут входить либо с левого края двигаться направо, либо с правого края налево. На вольтаперных характеристиках мы видим ступени, которые имеют различное положение. Вот на правом графике отмечено стрелкой, имеют различный наклон. И получается, что мы имеем некоторую асимметричность возникающего режима, связанного с направлением магнитного поля. То есть вихри, которые движутся с одного края на другой или в обратную сторону, имеют какую-то асимметричность, связанную с самими структурами, видимо, по координате. Которые приводят к различным режимам, устанавливаемых в системе. Вот причину такой асимметричности мы исследовали с помощью моделирования известного уравнения, но дополненного различными параметрами и использующего значения взятые из эксперимента. Рассматривались различные возможные причины асимметрии в таких контактах, которые могут приводить к разным ступеням на вольтаперных характеристики. И в результате анализа была выделена основная причина, которая, на наш взгляд, является причиной приводящей к асимметрии. При этом наши выводы были подкреплены свежими теоретическими работами Куприянова, где он показывал, что в подобных системах бикристаллов ток, текущий через пленку, может концентрироваться к одному из краев этой пленки. То есть на правом верхнем рисунке показана линия тока, которая при движении через бикристалл начинает концентрироваться к одному из краев, то есть создают некоторую асимметрию распределения плотности тока в зависимости от координат. Вот такую асимметрию мы и моделировали в наших системах, задавая различные модельные профили неравномерного плотности тока. В результате получили тоже вольтаперные характеристики, но здесь видно хуже, чем на эксперименте. Но по сути тут тоже получается, в зависимости от направления внешнего магнитного поля, ступень, красные и синие кривые, они смещены, они имеют различный наклон, то есть качественно близки к экспериментально исследуемым и полученным характеристикам. В результате нами было показано и экспериментально измерено внутренние свойства таких структур, связанные с анизотропией среды, в которой происходит распространение тока. И показано влияние этой асимметрии движения тока на вольтаперные характеристики и сделано предсказание о влиянии его на какие-то другие характеристики. В результате… Там ошибка. Не готовится к печати статьи, а направленная. Да, прошу прощения. Результатом работы был получен направлен к печати текст статьи, в котором коллективных авторов, работников лаборатории, выполнены и полностью эксперименты, и сравнение с теорией, анализ. Далее, ну, по сути, другие результаты и планы уже упоминались предыдущими докладчиками. Вот эта работа, подробно рассказанная Евгением Вячеславовичем, выполненная в коллаборации с Йеной. Далее идет тоже экспериментальное исследование Джиттера. Сейчас образцы привезены в Нижний Новгород, и далее у нас планы повторить те эксперименты, которые были сделаны в Йене, и продолжить исследование этих структур. И еще одна задача, это тоже перспективная задача, исследование генерации в джинсонских контактах, высокотемпературных джинсонских контактах на основе внутреннего эффекта джинсона. То есть это структуры биски, представляющие собой слои с джинсонскими контактами, уже были померены двуэтаперные характеристики, вот они разноцветные, симпатичные. Сейчас мы получили новый образец, планируется продолжить эти измерения, измерить выходную мощность, возможную линию генерации. Ну, все, спасибо за внимание. Вопрос, коллеги? Ну, тогда опять у меня будет вопрос, то есть как бы это на правах выдающего. Дело в том, что помимо этих приведенных видов активности, Леонид действительно у нас очень полезный член коллектива, он активно взаимодействует и с нашими ребятами, имеющими шведские структуры, и все остальное. Но, как всегда, активность наказуема, и вовсе время пенали и били за то, что там у нас недостаточно, чтобы было хорошо. Сейчас как-то ты не соучаствовал в, не показал, по крайней мере, эту свою активность. То ли ты стал бояться, что тебя бьют, то ли ты не участвовал, то ли тебе нечего здесь сказать. Расскажи, что ли? Он не оставил эту часть, чтобы я сейчас выступил в трехминутном докладе. Вот так. Трехминутный доклад просит. Так, может быть, ты сам все-таки скажешь? За себя. Вы основной тематикой говорите, да? Ну вот, да, то, что вы делали там. Я постоянно видел, что вы занимаетесь... Да, поскольку я тестировал основным... Да, тем не менее. Раз уж вы уже сказали о многих видах активности, ну что ж, почему вы про это ведете? Тем более, вас действительно били каждый раз, так сказать, Леонид Сергеевич наотмашь, там за разного рода провалы, фитований и во всем прочем. Это же очень положительная вещь. Так нет, понимаешь? То ли он перестал делать, испугался, я вот что боюсь. Нет, нет. Не бьют, то кто, кто не делает ничего. Ну да. Я просто должен Леонид поднять, если не стал, это роль, которая у него была. Так была, вот это меня огорчает. Нет, не была, да, была. А, сейчас помнил? Продолжается, нет. Сделай. Сейчас и ты скажешь. Занимался ли ты в этом полугодие этими делами? Ну и что бы здесь было? Ну, к сожалению, меньше, потому что вот звонит из сети, вы видите. Ну, уезжал, да. Да, и командировал, меньше занимался, но все равно вот обсуждал, но теперь как-то я в тени Аня стараюсь. Стараюсь. Не высовываться. Да, ну, я бы здесь добавил. Добавь, пожалуйста. Комментарий. И потом три минуты Панкратов добавят. Да, в общем-то, жаль, конечно, если немного ослабляет этот начальник. Да, да, да. Я к каждому. Ну, много, но все равно. Ну, начинали и действовали, и хорошо развивались. И ты заслуживал. Да. Большой критики. Что является очень положительным. А вот когда человек не заслуживает критики, это уже плохо. Это неплохо. Это неплохо. Он теперь тоже начал отъезжать. Я скажу, что, да. Но я скажу, что даже вот сейчас журтаты Нижегородские очень активно стимулируют мои бакалавры, говоря по-русски. В Швеции. Отличные ребята, конечно, они включились. Но вот смотри, они оттуда симулируют то, что здесь есть. А надо спрашивать. А какое там нормальное сопротивление? А где? А почему не прислали? А где чего? Вот. А не мы, если знаете, какое оно. Да. Ну вот, так что это прежь неплохо бы тоже закрывать. Если бы ты остался в этих работах, иду. Нет, просто настаивай. Вопрос я инсперирую только с ответственностью. Выпадать нельзя. Нет, это очень важно. Хорошо. Давайте. Я уже сказал. Ну, давайте. Тогда еще раз. Поблагодарю. Поблагодарю.